И другим событием, и это все снова о нем. Виновник смертельного ДТП, сбивший 6 человек, опять в центре внимания. Напомню, в декабре прошлого года, будучи лишенным водительских прав за вождение в нетрезвом виде, Алма-Атинец Максат Усенов, управляя автомашиной БМВ, сбил в центре города 6 человек, один из которых от полученных травм скончался на месте. Тогда сын этого чиновника отделался штрафом в 500 тысяч тенге и арестом на 45 суток. И вот на днях Усенов снова садится за руль и совершает еще одну аварию, в которой пострадала 38-летняя женщина. Утром 15 ноября Мерседес, которым управлял Максат Усенов, выехал на встречную полосу и протаранил автомашину Toyota RAV4. По словам очевидцев, происшествия сразу после ДТП Усенов пересел на пассажирское сидение и заявил, что Мерседесом управлял другой человек. На требования полицейских пройти медосвидетельствование Усенов ответил отказом, за что вечером того же дня был арестован на 20 суток. Сегодня в городском суде подтвердили эту информацию, однако выяснить, в каком состоянии находился Усенов в момент ДТП теперь вряд ли удастся. По словам судьи Армана Тургенбаева, водитель сам вправе выбирать, проходить ему или не проходить экспертизу. И пока Усенов предстал перед судом только за отказ от алкотеста. А вот будет ли он отвечать за то, что лишившись прав за смертельное, ДТП снова сел за руль и повторно совершил аварию, пока неизвестно. Свидетельствование проводится в момент, после того, как его задержали, то есть после того, как он совершил дорожно-транспортное происшествие. И его, естественно, попросили, чтобы он прошел медицинское освидетельство, но он категорически отказался. Это его право проходить, либо не проходить. Заставлять его никто не может. А за отказ от прохождения экспертизы влечет административную ответственность. Только 20 суток, если законно предусмотрено.